Здравствуйте, Султан Юсуфович, и благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости на дворе Май. В череде майских праздников есть особенный праздник для всего карачаевского народа. Это день возрождения карачаевского народа. К чему я это говорю? Вы являетесь автором мемориального комплекса, который в Карачаевске, жертвом политических репрессий. И мне бы хотелось узнать историю этого мемориала, как все начиналось, как вы придумали этот мемориал. Это осмысление, случившееся с Карачаевск народом трагедии, где 2 ноября 1943 года, внезапно погрузив в вагон, депортировали в Среднюю Азию, Казахстан, женщин, стариков, когда их отцы, мужья и сыны воевали на фронте с врагом. Вследствие их спутниками стали холод, голод, смерть. Погибали люди семьями. Так было депортировано 69 тысячи 267 человек. Умерли в депортации 43 тысячи 47 человек, из них 22 тысячи детей. Только мужество, борьба за жизнь, героизм дала возможность карачаевцам выжить, как народу. Но и не только выжить, но и стать героями. И героями вернуться на родину Кавказ. Это легло в основе идеи памятника, которое выразилось в виде архитектурно-скульпурной композиции, разместившись на площадь 1 гектара, на живопытном участке при въезде в город Карачаевск. Масштаб участка определил и размер мемориала, так как писаться в ландшафт была одна из главных задач. Я думаю, что это мне удалось. Султан Юсуфович, опишите сам мемориал, как он построен. И вы, как автор, довольны тем, как его построили? Мемориал имеет в плане подклообразную форму, которую ведет каскад лестниц. Главным композиционным центром, который является Аркада, являющийся в плане восьмиугольником. Выражающийся жильщик карачаевского народа, высотой 12 метров. Представляет собой стиму арок, которые прозорваны под воздействием произвола. В результате чего образовались стиму полуарок, не способных к самостоятельному существованию. Их удерживает в верхней части мощная плита, монолитная плита. Это внутренняя сила карачаевского народа, устоявшая произволу, сожганировшая свою самобытность, достойно вернувшая себя на родину. Центры жильща расположены куб размерами 2 на 2 метров, облицованы красным гранитом. Это тепло горящего чага карачаевского народа. Он пронизан полосой из черного гранита, высотой 80 сантиметров. На граните выгравили годы депортации и возвращения карачаевского народа. На южной стороне приведен факт последствий депортации. По округлой части подковообразной формы находится стена, длиной 45 метров, высотой 4 метра. Стена кремляется по одной стороне в центральную композицию. Эта стена выражает злую силу депортации. Это вагон, на котором везли людей к местам депортации. Под стеной находятся три полукруглые плоскости разных уровней. Это выражает три мира мироздания. Находится человек. Где находится человек? Духовный мир, обыденная жизнь и потусторонний мир. Со стороны зла отрываются каменные формы размерами шириной 3 сантиметра, длиной 20 метра. Они отрываются от стены, проходят все три плоскости и остаются третьими мира. Это жертвы депортации. По сути, камнем правильной формы, целенаправленно уходящей в землю под воздействием стены произвола, есть надгромные камни жертвам депортации. Отрывающиеся от стены траура камни проходят по системе альфметической прогрессии, то есть по плоскостям, соответственно, 6, 7, 8, 9. И последние на уровне ниже земли по цифре 10. К сожалению, весь замысел мы тогда не смогли сделать, потому что предусматривалось на 10 уровне земли сделать музей. Но эта подземная часть как раз показывала конкретно всю историю самой депортации. Автором горы Лефов является скульптор Санжаров, заслуженный художник Российской Федерации, и Акбаев. Ответственным за исполнение текста на памятнике был художник французов Казбек Усвеевич. Другого участия на памятнике он не принимал. Как автор мемориала хочу подчеркнуть, что мемориал как произведение архитектуры получился. В памятнике жертвам депортации Карачаевского народа по рекомендациям Южного отделения Академии архитектуры и строительных наук Союзом архитекторов участвовал на фестивале конкурсе «Зодчество-206», по результатам которого был получен золотой диплом фестиваля «Зодчество-206». Не могу не отметить одну деталь. Как рассказывали после, на первое место претендовали два объекта. Это президентский национальный парк в Астане, Казахстан, и наш мемориальный комплекс Карачаева-Черкесия. После долгого обсуждения жюри решило присоединить обоим объектам по золотому диплому. Если традиционно, обычно в одной номинации бывает один золотой диплом, то здесь жюри пришло к такому вводу. Вы выпускник одного из самых престижных московских архитектурных институтов. Помимо этого, вы были много лет главным архитектором республики, у вас колоссальный опыт. И поэтому я хочу вас спросить, вы довольны тем, как сейчас выглядит наша столица? Как вам ее облик? Вопрос о состоянии застройки, он по своей сути очень сложный и связан с очень многими параметрами, которые не всегда могут быть исполнены. Это финансирование, это определенные процессы ведения градостроительной деятельности. Поэтому на сегодняшний день я должен сказать, что в городе Черкесске, в принципе, застройка ведется в очень активном порядке. Мы прекрасно сегодня видим, что в северной части города появился полный микрорайон со своей инженерной социальной инфраструктурой. По сути дела, образовался новый центр. Это большой вклад в градостроительство, в принципе, города. Частное финансирование сегодня мы видим в многоэтажных жилых комплексах. Это 9-10 этажные дома, которые строятся по всему городу Черкесску. И очень приятно, сегодня существуют программы обустройства территории. И благодаря этому мы сегодня прекрасно видим, как в городе появляются новые тротуары, появляются новые асфальтные дороги. И тем более мы видим, как переделываются, реконструируются дворовые территории. В общем, вам нравится? В принципе, да. В принципе, да. Потому что любая активность дает результат. Не нравится, когда нет активности. Когда просто разрушается то, что есть. А вот когда, например, на сегодняшний день те дома реконструкции, капитальный ремонт, которых ведется, начало строительства которых уже 50-60 лет, то мы прекрасно видим сегодня, они, эти дома преображаются, имеют другие крыши, где уже жильцы точно не будут ходить с жалобами, что протекает крыша. Поэтому вот это все происходит, конечно, во благо горожан, во благо города, во благо всему населению. Я благодарю вас за интервью. Всего вам самого доброго. Спасибо. Спасибо.